А есть видос, который называется «Зумеры ненавидят воду. Поколение с тикток мышлением». Опа. Что ты из этого хотел бы? Да хоть что, давай. Давай, эбаш! Давай я зумеров с мышлением, а потом может быть еще что-то. И да, гайз, ставьте лайки этому стриму. Безумно буду благодарен каждому, кто поставит этот лайк. Отсосем ему в два ствола. Вот. И также очень буду благодарен, если пойдете, подпишитесь на канал Мэйзенберга. У него скоро 100 тысяч. У него скоро 100 тысяч на канале. Блядь, я пообещал показывать старые видео свои детские. Да, да, да. Так что все педофилы из чата подписывайтесь на Мэйзенберга. Там будет unique content, так сказать. Блядь. Вот. Я думаю, вам понравится. Так, все, я запускаю видос. Словно бытипель, которым повесили красный грива. Так, погоди, погоди, нужно сам начать. Проживаю жизни грива. Мэйзенберга. Тихий на лицо. Красивый. Ну чё. Охайо годзаймас всем молодым, успешным и крайне-крайне занятым. Это мы. Это про нас. Как там ваши бизнесы поживают, чувачки? У меня охуенный бизнес. Ну это, как мне кажется, весьма странный. Не, кстати, я заплатил налоги в этом месяце. Я очень успешный бизнесмен. Между прочим, официально. Теперь я даже не безработный, я индивидуальный предприниматель. У меня малый бизнес в Грузии. Ну, я весьма успешен. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Всё это и многое другое на Donatov.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет? Донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Странно, ведь судя по комментам, которые мне довелось читать в течение последних пары дней под предыдущим роликом, молодое поколение сейчас капец какое занятое и ценит, ну, буквально каждую секундочку своего драгоценного времени, едва ли не потом обливаясь, когда столь ценный ресурс у них тратится не на просмотр дегенеративных 8-секундных тиктоков, а на ознакомление с получасовым видеороликом, где автор, внимание, само собой вовсе не углублялся в демо для ее полноценного раскрытия и подбирал самые разные из возможных энглов для того, чтобы породить как можно больше пищи для размышления. Не, чуваки, автор просто налил водички, закосплеил Ниагарский водопад, втиснулся в костюм Посейдона, стал жуком-плавунцом, короче, сделал все что угодно, но только неподробный видос. Не, че, Владнович был круче. По теме, которую до него на русскоязычном ютубе никто не освещал. Мысль о необходимости создания этого видекса пришла ко мне спонтанно. Я, как и в случае с мамими, просто проснулся и в черепушке уже крутилась до отурина зойливая мысль, мол, чувак, тебе надо прямо сейчас сесть и написать этот гребаный сценарий. Забей на монтаж второй части повара-байца Баки, ведь это гораздо-гораздо важнее. И в прошлый раз, когда я доверился такому вот спонтанному наваждению, я бы даже сказал голосу разума. У него, ээээ, этот, ээээ, монтаж Физпекта. Мне наконец-то, после целой череды неудач, удалось породить на свет видео... Микрофон, наверное, такой же. Ну, хоть как-то выстрелил. Он собрал просмотры, принес мне новых подписчиков и все такое. Поэтому отбрасывать идею об этом видексе я, само собой, не стал. Мало ли, и он схватит свою... Привет, не хочешь пообщаться? Я на Резчик Физпекта, канал Режу Физпекта. Доказать могу... Нахуя мне с тобой общаться, блядь? Почему они все... Сука, нахуя... Да зачем мне общаться? Пусть с ДФТК общались. Блядь. Разборки на Резчиков, блядь. Ну, что, что, пообщаться нечем. Диски, блядь, блядь, блядь. Звезду с неба. И да, всем, кто вступил в сырную гвардию после видоса про Мамимик, большущие респектища. Рад, что вы теперь со мной и моя подача вас цепляет и, видимо, более чем устраивает. Однако, хоть вы и, безусловно, классные ребята, видос у нас сегодня не про вашу улетность, а про представителей дикой примитивной фауны под названием «Поколение с ТикТок мышлением». Ну и кто же это, собственно, такие? А это, господа джентльмены, не кто иные, как малолетние дебилы. Тупорылые подростки. Зажравшиеся дегродским форматом донесения информации в крайне сжатой поверхностной форме. Бля, это очередной человек, который начнет рассказывать про клиповое мышление или что, блядь. Не совсем понимаю. Мне говорили, что видос интересный, но пока прошло две с половиной. Давай до пяти посмотрим, если будет хуйня. Давай. Вы, наверное, будете смеяться, но буквально вот это же предложение с их весьма локоничным писанием. Этими аборигенами даже не будет толком воспринято за несущая хоть какую-то информацию. Для них это будет просто типа «Я-я-я-я, чел, вода, вода, чел, чо по делу так мало, чо-чо-чо». Потому что ввиду общего скудаумия таких балбесиусов, все, что по факту является хоть сколько-то содержательным, для них, как это ни парадоксально, будет бессодержательным, то есть пустым. Да, вы все прекрасно уловили, про какой тип людей тут сейчас будут вестись разглагольствования Сырника Стронга. Вот сколько раз за свою деятельность... Блядь, чел, ты уже проиграл, потому что три минуты, ну, мы не можем понять суть. Он сгорел просто. Зумеры хотя бы в минуту в ТикТоке могут сложить все эти... Я до сих пор не понял, от чего это видео, блядь. Из интернет-шизоида я сталкивался с вот этими вот литр-ли-пятикантропами, а не людьми. Серьезно, это преследует меня буквально с самого первого моего ролика на Ютубе, где я, вроде как, раскрывал все подробно, структурировал сценарий, шел от пункта к пункту, а в итоге для Дебичи это оказалось... Эм, чел, про это чел, эм, можно было рассказать за пять минут. БГБП. Чел, мне кажется, они были правы, дело не в зуберах. Потому что мы до сих пор уже три с половиной минуты, мы до сих пор не поняли, о чем это видео. Эм, чел. Знаешь ли, твоей маме, пока она была тобой беременна, тоже хватило бы пяти минут, чтобы выковырять тебя наружу. Отверткой какой-нибудь. Но почему-то, о боги, она решила, что лучше будет довести дело до конца и дать тебе насладиться жизнью в этом прекрасном мире. Понимаешь, история твоей жизни тоже вполне могла уложиться в пятиминутный грустный рассказ об аборте. Но не уложится. И знаешь почему? Потому что она не об аборте. И в силу этого в ней так или иначе что-нибудь да происходило. И не акцентируя внимание на деталях... Да, естественно. На выходе получится какой-нибудь детский стишок в духе «Он дышать воздухом умел, пил водичку, спал и ел». И да, можно рассказывать кратко. Можно быть лаконичным, не поднимать какие-то вопросы и проходиться по теме поверхностно. Вот только... Чао, нужно, чтобы зрителю было понятно, о чём ты говоришь, блядь. 4.20 уже прошло, мы до сих пор не поняли. Если так делать, такие как ты уже... Смысла в этом нихуя нет. Да, блядь, это что-то не раскрывает, блядь, глубоко, как он говорит. Типа мы не поняли, ты как бы начал про кого-то говорить, мы такие, окей, но мы не поняли про кого, в каком контексте, что тебе не нравится. Наоборот, выстроиться в очередь... Придом сценарий писал. ...написать, мол, и чё, это всё, что ли? Да и кому нужна краткая выдержка? Кому из нормальных людей, зал поднимите руки, ебать, нужна краткая выжимка, а не полноценное погружение? Вы же на речку, на море или там в бассейн ходите не для того, чтобы ножки промочить, а чтобы искупаться, разве нет? И я делаю видосы именно для тех, кто хочет погружения, кто хочет искупаться в этой вашей пресловутой водичке. У меня как бы две задачи. Донести то, что интересно мне, и за счёт этого раскрыться перед зрителем как личность, а не как очередная говорящая голова. Какова вообще была бы ценность ролика про мамими, если бы он длился 5 минут, а не 26? Может, это какая-то посторонняя? Он льёт воду и рассказывает о том, что все жалуются, что он льёт воду? Может быть, может быть, это ирония реально? Ну, кстати, да, где-то на 20 минуте он такой, это всё была ирония. Да, короче, рассказываю по фактам. Вау, вы бы просто... Это те, где людей на части ругут, блядь. Узнали, что есть такой художник, и всё. А какие-то факты из биографии, скрины с реддита в качестве демонстрации общественного отношения к его творчеству, длинное вступление, призванное, вопреки мнению шизоидов, не растянуть хронометраж, а передать вам, как непосредственно я воспринимаю то, о чём идёт речь в видосе, там, ещё какие-то наблюдения и размышления о психическом состоянии здоровья нашего пациента, прошедшие через призму моего восприятия. Это-то... Да, это именно, что я в ведро взял и воды в него налил. Это же не попытка в глубину проработки сценария, чтобы ролик был нескучным. Это не защита от снобов да ёбщиков, которые скажут, что мало инфы по делу. Это не стремление не стать вторичным гнусавым голосом, который лениво зачитывает чужие пасты под соусом собственного мнения. Не, вы шо? Блядь, чёл, даже аудио-РВ интереснее рассказывает. Блядь. Это чувак культаса косплеит. Повелевает пучинами океанических вод и пытается устроить драть его в сраку всемирный потоп. И да, меня это... Блядь, я начинаю понимать комментаторов, нахуй. Реально ковец как триггерит. Меня триггерит откровенная человеческая тупость и невежество. То, что вот эти вот человеки, они даже помыслить не пытаются. А почему всё именно так-то вообще? Почему у авторов видос именно, что на 26 минут, а не на 5? Что хотел сказать автор. Знаете, песня есть такая у группы Дайте Танк. В школе нам врали, в стихах нет смысла. Ладно, извините. Вы даже можете прямо сейчас в комменты спуститься и по-любому найдёте там от зумеря что-то в духе нытик, поплачь об этом. Потому что то, что... Это будет правда. Я рассказываю здесь и сейчас. Для них это даже не информативно. Для них это почему-то нытьё. Хотя как такового нытья тут даже нету. Я просто рассказываю о том, о чём мне интересно. Ищу, скажем так, единомышленников и всё такое. У меня как бы канал создан для того, чтобы собрать на нём комьюнити близких мне по духу людей. Лоу. И сколько примеров подобного неуважения к чужим усилиям со стороны вот этого ушлого зумеря водится в современном интернете. Это просто кромешный мрак. Короче, чел реально делает, ну, довольно непонятно растянутые видосы. Ему люди сказали, они растянуты. Он такой, «Это мой зумер, у вас клиповое обышление, вам всё кратко надо». Ну, краткость — это сестра таланты. Есть такая поговорка. Да, блядь. Типа, если видео длинное, ну, я надеюсь, что оно полно, там, информации какой-то прочего, а не... Типа... Иначе. У них же, видимо... Просто иногда, вот, допустим, здесь складывается ощущение, что чел просто кайфует от звука своего голоса, блядь. Просто тебе пиздили. Да-да-да, отключил, знаешь, мониторинг. Типа, блядь. Так он сценарий писал, это всё ещё сценарий. А, это по сценарии, Это по сценарию, да. Я лекции смотрю, нахуй там, ну, всякие разные, там, часовые, и то там за 7 минут, блядь, больше информации, чем тут, нахуй. Он рвётся, когда им что-то рассказывают, и когда автор формулирует за весь ролик более чем одну мысль. Не, ну, понятное дело, может быть, было бы веселее длить мой видос всего минуту, и если бы я в нём танцевал в косплее на Зироту из Саного Франкса, под вот этот древний тикток-баян, это месс, а мне нужно месс, и говоря, что, ну, мерзость, чел рисует, ну да, вот страшное дело, лучше не гуглить трахи интернета, ужасы нашего городка. Но я же не долбоёб, и в аудитории мне не нужны долбоёбы. Следовательно, что, блядь, нет, че, я не знаю, кто тебе нужен в аудитории? Люди, которые, ну, я не знаю, че, я не знаю, я записываю видосы без сценария, и даже я бы, ну, в какой-то момент остановился, блядь, а зрители ещё поймут, о чём я говорю? Да. Ну, 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 let's go, зумер, думай, 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 давай, 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 следовательно, и видос у меня длинный, и в нём никто не пляшет танцульки из так тобой горячо любимого Фортнайта, крабов, подрезав им клешни, их благоразумности, да так, что обратно эти клешни отрастать не планируют, по всей видимости, это, ну, прям шок. Вот эти вот видосы а-ля кратко, за 10 минут про аниме с хронометражом 8-9 часов, о чём была та-та и та-та игра, причём не как у меня серия роликов, где я облазил, ну, вообще, всю игру рассказал про каждый пук, который в ней есть, концовки, там, постановка киношная, ёби-бобчинка, не, вот эти видосы, мол, АГГ побежал туда-то, туда-то, потом все умерли, потом титры, мээээээээ, вот эта вот вся срань, она взрастила с собой ту категорию людей, которые... Не, чел буквально поднебесный, только в отношении контента. Да, без секса. Типа да, то есть, на всех напиздел, что там кто-то не такой контент делает, а я такой делаю, а вот как вы можете то смотреть, и вы, бля, ёбаный род, чел, ну, поплачь, А, ну точно, ты на 24 минуты наплакал. Я терпеть не могу больше всего. Я вот всегда плохо относился к жанру кратких пересказов на ютубе, потому что, на мой взгляд, ознакомливаться с чем-то и составлять об этом мнение нужно через полноценный, это вот капсом сценарии я выделил, опыт взаимодействия. Ну и имэджин просто говорить о какой-нибудь фильмографии Тарантино, даже не посмотрев ни одного его фильма, а чисто вот, ну я смотрел там на ютубе про омерзительную восьмерку, ну еще что там, било, убили или как-то так. Вот вы, может быть, посмеетесь, а мы с таким подходом к производству и восприятию контента действительно катимся в сторону того, что так оно и будет. Этот абсурдный пример будет реальностью, где люди будут перекидываться между собой не мнением, основанным на том, что они сами взяли, сами посмотрели, сами оценили, а на том, от кого они увидели на ютубе краткий пересказ. Вот просто представь. Прикинь, если назло тупо включить видос с перемоткой на 2Х, блять, как он загорит. Бля, ну не знаю, может реально типа 1.5? Он нас убьет нахуй. Я не удивлюсь, если дети ТикТока, так о вещах сейчас и разговаривают. Фриран, годнота, да, нет, не скучная, унылая срань, нет, это не дефолтная фр... Тебе тоже 1.5 пришло, да? Нет, оно очень глубокое, прям очень там элфи, вообще, да, да. О, мы зуммеры, мы зуммеры. А я две посмотрел, да, и обзоры Джоши Зу, блять, он сказал, что вообще пушка, да, я ему верю. Да шли бы все глубоко и нахер с такой хернёй. Я ведь читая от вам подобным комменты, прекрасно вижу картину того, кто вы, что вы и почему вы высорили своё говно под моим видосом. И в моих глазах вы смотритесь ну тупо нелепо. Мнение от любителей минутных роликов с дегродской музыкой для меня имеет вес только тогда, когда я эксплуатирую его для создания, хех, ну разумеется, очередного ведра воды. Видоса, который мог бы быть на 5 минут, но автором опять растянул хронометраж, бля, вода, водичка, эээ. И вы же практически все поголовно лицемеры с двойными стандартами. Если вам про что-то не рассказать и прям не положить в рот, это предварительно разжевав, вы же не выкупите тупо и будете строчить свои сраные полотна какой-то ебейшей несусветицы. Вот условно, опять же, приведу пример такого, основываясь на моём прошлом видео. Вот сколько было порвавшихся литр или эскимосов под моим водопадом о том, кто такой Мамими, которые такие, он вот художник вообще-то, чё хочет, то и рисует, тебе какое дело. Эээ, пффф, тут я просто хочу процитировать классика. Ты реально настолько тупой, Альберт? Или ты притворяешься? Вопрос. А я, представьте себе, интернетный шиз, Sony Vegas 14, мать его, за ногу, на борту моего еле дышащего ноутбука. И как герой прошлого Видикса, я по вашей же логике имею полное право делать какой угодно контент. Однако, вас же не смущает, что Мамими паразитируют на чужом персонаже, откровенно издеваясь над ним и насилуя то, что дорого другому человеку, придумавшему этого персонажа. Вы пишете, мол, чё такого? Зачем ты про это рассказываешь? Но парадокс в том, что и я могу спросить у вас то же самое. Чё, ты можешь просто не читать комменты. Ну, знаешь, у тебя бывали такие комменты, которые говорят, типа, чел, ну это хуйня, зачем ты об этом рассказал, мне это неинтересно. Да, буль. Ты, ну, у тебя появляется желание следующий видос, блять, минут так на 25 посвятить этому человеку. Нет. Вместо того, чтобы просто сказать, ну ладно, и пойти следующие комменты читать. Да, да, блять, так же. Я лайк ещё въебу этому комменту. Я то, я тоже, типа, говорят, что за дегенерат на экране, лайк там въебу, типа, поставлю, да, всё нормально. Что такого в том, что я об этом рассказываю? Да, что в этом такого? В голове ничего не щёлкает любители ягодного пориджа, блять. Что такого в том, как я использую подобно Мамими другого человека для реализации своих интересов, которые, как я уже и говорил, что-то донести до людей и раскрыться как личность? Ему почему-то можно, а мне нельзя. Всё. Наверное, форматы разные, да? Он художник, а я видосы делаю. И поэтому, к моему случаю, вспыхнувшая от злобы ваших пропаренных вейпом и ошкудишками мозгах, рационализация тут чё-то... А, ну то есть, да, идёт проекция, типа, да, то, что, ну, значит, это зумеры, эчкудишники вот эти вот, типа, бля, знаешь, типа, эчкудишники, фортнайтеры, бля, дети, да, 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 да. Отсюда и имеем целую кучу пролапсированных моим видиком чуханов с типикал-левацкой риторикой, а-ля, каждый дрочит, как он хочет. Но вот ты, вот ты делаешь это неправильно, так что лови комменты о том, какой ты гнилой. Самовыражение, творчество, попытки поделиться мыслями. Чел, ты кто вообще такой, чтобы рот открывать на человека, который рисует поднос конями? Ну, серьёзно, иди нахуй вообще отсюда, удаляй свой видос гнилой, господи. Чё, без вина с хлебцами? Погоди, что, ты вчера был с ними? У тебя вчера было вино и хлебцы? У меня было вино, но хлебцов не было. Нихуя. Ну, хлебцы, это, блядь, не дешёвое удовольствие, скажем честно. Да, да, хуйня, конечно, и речь. Сосатые ихлини, высказанное имеет приоритетный вес на фоне прочих. Зумерьё не может зрить в корень, не может вникать в суть. Один из самых ярких тому примеров, который всегда всплывает в моей памяти, когда речь заходит об их дефектности, это канал The Blazer. Да, вы, возможно, что-то слышали про этого чувака, который делает видосы, посвящённые Лиге Легенд, в которых он раскатывает эту игру по асфальту, уделяя внимание иной раз таким мелочам, на которые другой бы человек болт с радостью поклал, лишь бы не расходовать ресурсы своего мозга. Blazer же подходит поднимаемым темам с самых разнообразных углов и поясняет всё в дичайших подробностях, лишь бы, ну, вообще никто не нашёл никакого способа докопаться до им сказанного, лишь бы до самых тупых жмыхов дошёл его посыл. Оттого хронометраж его контента всегда запредельный, и у адекватной части комьюнити это не вызывает вопросов, ведь каждый его тейк попросту закрывает возможность до него доебаться. Но, чтобы вы думали, да, Зумерс, наши любимые Зумерс, любители Лигу-Гуя оф Легегегагент, всегда тут как тут, и вообще похуй. Они легко на эту лазейку и высрутся на тему того, что Эээ, два часа льётся вода, Эээ, нытьё, за два часа нулинфы по делу, Эээ, он сказал, что Рита Глинамес и контора шизов цветными. Не, ну если он снимает так же, как и ты, то я, ну, как бы полностью поддерживаю их. Таким додикам вообще всё нипочём, скорлупая их тугодумности твёрше, чем на пасхальных яйцах ролика Роджера. И для них, вот то, что я сейчас привожу Блейзера как пример, это ненужный для более подробного изложения темы видео сегмент. Не, это просто рудимент, это вода, этот пример абсолютно ничего не привнёс в этот ролик. Сырник чё-то там бубнит, в его словах есть буквы, ну, если не выкупил, значит вода, ну а чё? Ну и да, может быть ролик уже действительно подзатянулся и выглядит как нудный бубнёж, и хождение вокруг да около. Да. Вам, разумеется, виднее. Да, сука, вы поняли. Вы изумерс, которые не могут в длинные видосы, окей, левотолерантные гомови-трансгендерные ребята с риторикой а-ля «Да как ты смеешь о ком-то делать видосы, живя в свободной стране?» Про них мы тоже всё поняли. Но вот Бог, как вы знаете, он любит троицу. Поэтому помимо этих двух категорий, он подарил в комменты практически каждому контентмейкеру третью, которую вы можете наблюдать, как правило, реже, но которая зубы заставляет скрипеть ничуть не хуже. Это у нас так называемая мамина интеллигенция. Напыщенные, утончённые всезнайки в очёчках с круглой оправой. Эти гении постоянно норовят написать штуки по типу «Чувак, то, что ты говоришь, ведь и так очевидно». Зачем? Это видос про комментаторов на ютубе и чём они его заебали. Но чтобы это как-то преподнести как интересную тему, он их всех зуммерами обозвал. Зуммеры и про поколение с тикток-мышлением. То есть чел вообще не раскрыл тему, то, что написано в названии «нахуй», а пожаловался на свои комменты. Да, то есть интеллигенция на ютубе, почему это сразу зуммеры? Бывают для чуваки за 40 лет, которые приходят для аниме и начинают пояснять, живущие до сих пор со своей мамой. Причём тут зуммеры, я... Блять, почему зуммеры? Ты сделал этот ролик. И знаете, меня откровенно раздражает подобный снобизм, который подпитывается ничемным как чувством собственной важности. Мол, ну если мнение интересно, то значит у контента нет права на существование. И плевать, что ролик-то может быть сделан ни для него, ни для таких, как он. Главное это указать автору на бессмысленность его поток. Даже тогда, когда пресловутая статистика в виде просмотров, соотношения лайков к дизлайкам и куча положительных комментов говорят совершенно об обратном. Вы вот думаете, что я тут душнё и выкручиваю вам соски до каких-то беспредельных высот. Но штука в том, что подобные комменты я встречал даже не только на своём маленьком сратеньком канале упаси господи, выдвигать такие обвинения основой столько на личном опыте. Подобную срань от преисполненных своей очешуенности зрителей я находил, ну, например, у ДТП-47 под видосами о худших стримерах. Мне вот, например, тематика этих роликов показалась весьма и весьма интересной и любопытной. До этого мне было не по плечу как-то смотреть контент деда, потому что меня буквально перекручивало от этого его ебанского наигранного приветствия «Здорово, геймеры!» И я сразу же вырубал те редкие видосы, что мне и рекомендовались этого канала. Да, затянутые, наверное, были, да? Наверное, этот... Воды много было, да? Ну вот конкретно эта серия роликов она прям-таки смогла зацепить моё внимание. Я даже как-то смог привыкнуть к манере деток говорить и в итоге всё же на него подписался. Штука в том, что в худших стримерах раскрыто всё на мой вкус достаточно подробно в деталях. И через них, через эти видосы, я, по сути, узнал о той части интернета, о которой бы вряд ли стал искать что-то целенаправленно. Но даже сотни тысяч просмотров, бешеная стата по лайкам и вот вся вот эта циферная движуха в целом, вкупе с тем, что для большинства бывал поднимаемая видеотема, но она, очевидно, так или иначе будет интересна, для наших пучеглазых шпиц и пекинезов это вообще не повод не открывать свой ебальник. Ведь вы что, миллион просмотров? На канале сотни тысяч подписчиков? Да пошёл ты нахуй Дэппи 47! Ты кто вообще такое, что про это рассказываешь? Мне... Скажу честно, Чел, ну, блядь, мне кажется, тебе стоит менее серьёзно воспринимать всё это, потому что ты говоришь про видосы на моём канале, я этих комментов, если чё, там не видел. Их там тысячи комментов, которые говорят, блядь, заебись, пиздата, под худшими стримерами. Может, где-то такие комменты были, я их не видел. То, что ты, блядь, при том, что доступ к панели управления у меня находил у меня там комменты такие, и ещё и, сука, с них сгорел, и, блядь, сделал про это видео, мне кажется, говорит о том, что тебе стоит подуспокоиться и продолжать делать контент, потому что ты такая смешная хуя, чувак, блядь. Сука. Мне вот, мне вот, мне интересно, что ты целый час яйца по штанам гоняешь про каких-то фриков с интернета. Лучше бы ты на завод пошёл гайки точить. Вот кому подобное может понравиться? Смотри нас, еби нахуй с моего информационного поля. Ведь в их головах даже ничего не щёлкает. Они словно быки, перед которыми повесили красную тряпку. Вот им просто поебать на степень шизофазийности их же собственных комментариев в духе «И чё? И чё? И чё?» Да ничего, гремлин дырявый, на циферки посмотри и сделай выводы, ёпта. И да, мой аргумент о циферах, он крайне плох по многим аспектам. И я, если что, это прекрасно понимаю. На целой куче откровенного говна, которое я вообще не покупаю за чем существует, и кто его смотрит, порой ну просто бешеные просмотры. Но просто я понимаю, что с моей стороны будет глупо писать, мол «Мда, чел, чё за скучный кал, чё это за говнище?» Прибывая в недружелюбной к этому мнению среде, где всё говорит об обратном, что это кому-то нужно, «И чё? Кому это интересно? Тебя ебёт вообще?» «Да, дружище, меня ебёт!» И цифры, они показывают, что не только меня, окей? Блядь, чувак, не все, кто с тобой не согласен, это тупые зумеры. Это какой-то максималист, нигилист, блядь, мизантроп, всё три в одном, блядь. Чел просто создал чучело вот из зумеров, повесил там зумеры и пытается с этим чучелом бороться, блядь, это пиздец. Да, а он не такой, как все, типа, знаешь, он шарит, он смотрит, он мыслящий, в отличие от некоторых. Да, да, да. Блядь, чел, я... Это было 20 минут, я не помню, что мы смотрели. Я нихуя не запомнил. Чё, это вроде бы зумеры там не нравятся. Этому, чувачи, всем уважением. Вдя ей пучку, пожалуйста. Мы же и так на 1,5 смотрим. И вот под прошлым видосом, кстати, представителей немного иной инкарнации этого вида зумерсов-понторезов было, ну, прям, достаточно. Ой, ну что такого? Ой, да я видел дерьмо и пожёстче. Ой, нормисов порвало, поплачьте об этом ложки. Ой, а я вот с пакерфейсом смотрю на Копро, Некро, Гура, НТР, Мангу и не понимаю, чё вас так рвёт, нормиксы вонючие. Молочина, чувак, реально респект. Похвастался в комментах тем, что не вонючий нормис. И не блюёшь при виде артов, где девочку ебут лошади и собаки. Вот на таких, как ты-то на... Ну... Ну, как сказать? Не, ну я бы, наверное, не заблевал. Я бы, наверное, не... Если мы о чем-то говорим. Ну, если мы о хентаре говорим. Если ты у нас весь такой из себя золотой ребёнок, которому по плечу порофлить с любой Рулл-34 жести, будь то расчленёнка или ворф-фетиш, другие люди, ну, большая их часть, они не могут не быть такими же устойчивыми, как ты. Для них этот видос не может стать окном в тот мир, с которым они не соприкос... Не, ну, как по мне, ну, реально что-то нормисов порвало, мне кажется. Не, ну, на Рулл-34 какой только хуйни нет, на самом деле. Что такое НТР? Это что-то с изменой? НТР, да, и с изменой, да. А изменой, типа... Ну, женщину ебут, да. А, ебут? Ну, типа, там у неё где-то парень, но её сейчас тут ебут, да? Да, да, да. Это же не ку-ку-ку-ку? Не, не, бывает НТР, где, ну, типа, просто парень не знает, что его тёлку ебут, и ему, типа, потом очень обидно, а бывает НТР, в котором в итоге челку колдом становится, да. А-а-а. Да. Понял. ...касались в принципе, ввиду того, что у них более приземлённые интересы, и дальше в ванилла манги они даже не заходили. Вот это вот желание прям выставить грудь колесом на выкат прям и показать, что чуваки, да вы чё, блин, вы чё? А вот меня, а вот мне, а вот я, мне поебать, а вам чё не поебать, вы что дурные? Представь себе, дружая, ты... Не, я просто... Ну, как бы бывал в тёмных углах аниме хентай-культуры интернета, скажем так, ну, как опять же говорится, мой хуй приводил меня в места, куда бы я не пошёл с пистолетом. Этот мем, там, типа, надписи, там, как Джейсон вначале идёт с Элент Хилл для его второй части. Да, то есть тут то же самое, поэтому, когда там говорят, фу, типа, это так мерзко, и такой, ну, на любителя. Типа, типа, я как, ну, типа, мне похуй. Я уже, у меня уже эта хуйня с отторжением не работает. Бля, знаешь, знаешь, чё недавно было? Ну, как недавно, короче, когда анонсировали ремейк Сайлент Хилла вот этого второго, Рейден такой, о, а чё, чё за ремейк, чё за это? Я говорю, ну, короче, ну, Джейсон, там, это, у него жена в багажнике. Он такой, а что ты сказал? Чел, ты только что в Сейлл Сайлент Хилл 2 заспейлил. Он не играл. А он такой, я хочу попробовать ремейк. Чел. Извините. Блядь. Чел, ты типа, ты типа всю игру заспейлилил. Там ремейк в осени выходит. Сука. Ну, ребят, ну, да все играли же, да? Да ведь кто тебе играл? Сколько лет, блядь. Селедус на ютубе смотрели. Ступгейм. Да. И существование, и то, как ты воспринимаешь вещи, это не то, как они должны восприниматься в принципе. Неужели вот это вот так сложно поднатужиться и понять, что ролик должен пройти через призму восприятия обычного, среднестатистического сука-человека? А я бы, кстати, не смог. Я вот, кстати, не смог бы так сделать. А я имею в виду, если бы там художник, оказывается, он рисует порнуху, где девчонок, типа, ебут кони, и там, фу, это так мерзко. Кабаны там, да. Да, да, да. Я бы не смог это сделать. Ну, в плане, я бы не смог сделать об этом ролик, потому что, типа, я бы не смог быть настолько неискренним, чтобы как-то, типа, говорить, фу, это отвратительно, там, прочее. Этот человек должен лишиться карьеры. Типа, чел, я, ну, блядь, Шедмана давно читаю. Я горю. Значит, я существую. Спасибо. Типа, половина интернета выросла, нахуй, на Шедмане, и, типа, ну, норм, как бы, ничего с нами не стало, ничего плохого особо. Ну, да, блядь, особенно, там, в школьные годы по жести угораешь, там, в интернете, блядь, там, на Лайфликсе смотришь, где-то в Африке кому-то ебальник разбивают, там, из дробовика. И такой, типа, воу, ни хуя себе. Или наматывают кого-нибудь на станке. Параллельно кушаешь хлопья, тебя в школу мама скоро повезет, блядь. Да, да. И, типа, это, ну, типа, да, можно сказать, отбитое, и сейчас детей от этого больше как-то защищают, но еще вышло более-менее нормальное поколение, вроде адекватные люди и все такое тоже. Сейчас, вот, когда пытаются вот это морализаторство вводить, да, он, там, этот, он смотрел, там, типа, вот, такое ужасное, там, типа, вот, это гура. И, типа, ну, было дело, да. Ну, что, ну, опять, всех свои вкусы, наверное. Не знаю. А не того, кто, наверное, ищет пожестче, ради, не знаю, каких-то специфических впечатлений и эмоций. Потому что, представь себе, контент на ютубе делается для широких масс. И широкие массы могут словить ахуй даже с чего-то столь тривиального, как девушки-икони. Видосе не было слов о том, что, господи, вот хуже этого ничего нет, хуже этого ничего нет, most horrible shit in my life, you know? Видосе было проявление, про то, как его воспринимаю я. И он был рассчитан на реакцию от обывателей. Потому что я понимаю, что для среднестатистического человека, какое сложное слово, господи, не моего ума пошива, скажем так. То, о чем я расскажу, будет жёстью. Да, для тебя это не так, но подумай, кого больше. Фриков вроде тебя или тех, кто от Нитарейра нос воротит? У тебя же сейчас, наверное, реально анус просто ватрушкой наружу. Нитарейра. То есть он уже просто НТР записывает, что их воротят. Бля, чел, знаешь, под каждым НТР хентаем, если заходишь в комментарии, там везде пишут, типа, «Фу, блядь, мне понравилась рисовка, но это так мерзко, почему эта женщина изменила своему парню? Фу, блядь, это так ужасно!» Блядь, короче, половина состоит из тех, кто такие, типа, «Бля, я хотел, чтобы это было ванильный хентай». Другая половина — это расисты, которые возмущаются, что тёлку ебёт чёрный. Я, короче, знал одного чувака, который специально брал НТР хентай, и этого мужика, который ебёт тёлку другого, специально перекрашивал чёрный, чтобы людей потроллить. Потому что, как правило, ну, типа, челы, которые дрочат на хентая, они, типа, там, всякие альтрайты, там, инцеллы, там, расисты, блядь. И они там, блядь, реально сидели, сука, what the fuck in me? Это как тогда Эмик, блядь, но фу, блядь. Нет, был ещё какой-то чел, был ещё какой-то чел, короче, был хентай, в котором... Блядь, я вспомнил, сука. «Фетиши у всех свои ума один бедный, это, к примеру, монахи и маленькие мальчики со священными пальчиками». «Монахи и маленькие мальчики» у Мэйбэнбэна это хит. «Неправда, блядь». Короче, блядь, я как-то раз наткнулся на эту хуйню. Чел просто поставил своей целью, чтобы у всех сгорела жопа. Он, короче, хентай, в котором, ну, белый парень, белая девушка, ну, анимешные обычные. И, типа, чёрный бужик приходит и, ну, по сути, типа, уводит у чувака тёлку, типа, ебёт её у него на глазах. И, там, типа, ну, в комментариях все там супер, типа, блядь, расисты там вообще пиздец с него, блядь, опять эти чёрные там. Все дела. Чёрт, короче, сделал своей целью. Он брал такие произведения, перекрашивал чёрного в белый, а пару, наоборот, в чёрный. И, типа, это белый мужик у чёрного женщину уводит. И в комментариях такие, типа, «Это мерзко!» Типа, «Шо это за мерзость-то все дела?» Блядь. Блядь, там просто... Блядь. Сука. И, типа, он это подписывал, знаешь, это Blacked, где чёрные мужики-чёрный. А он это, типа, блитчет, типа, шо, отбеливатель. Блядь. Не виси, блядь. Да, блядь. Мне, мне понравилось этот, по-моему, последний видос интернет-хисториана. Чё-то он там про Лондон снимал. И там, типа, штаб-квартира BBC. У них есть своё здание. Выкатится от таких мышлений. Ааа, мир не вокруг меня крутится, как так-то. Ааа, другие люди обычно испытывают дискомфорт от бестиалити, прона. Ааа. Да, да, именно так. Нормисы. Нормисы с нами в одной комнате. Их большинство. И в этом нет ничего такого. Поэтому, прежде чем вот сказать, а чё такого под видосом про художника, рисующего мерзкий прон с конями и прочей жестью, задай этот вопрос сначала себе. Вот, вот реально, а чё такого? Вот прокрути его у себя в голове, прям последовательно. Что такого для обычного человека в проне, где кони ебут аниме-девушку? Что такого для обычного человека в этом самом проне... Ничего, вообще ничего. ...с ампутацией. Что в этом такого? Ноль. Я обычный человек, ноль вообще проблем. Подумай, блядь, хотя бы чуть-чуть. Не, вообще, на самом деле, это степень восприятия, что ты считаешь нормальным. Вот я в своё время играл, помню, в Fallout 3 дома, и там конечности разлетаются в ватсе, прям в замедлении, видишь, как башка учила, как орех нахуй. И у меня мама рядом проходила и такая, типа, во что играет мой сын? Как это мерзко. И, типа, ну да, наверное, есть разные степени там какого-то этого, ну, кому-то, ну, просто у людей разные степени, так сказать, погружения в какую-то вот массовую культуру в этом плане. Я бы так сказал. ...руководствоваться здравым смыслом, а не желанием повы... Ты заметил, у него в червячках, внизу там, ну, на других кадрах написано Team HQE. А, и там зумерсы, да, да, да. Это пиздец. ...пьёживаться своей устойчивостью и насмотренностью. Это не так уж и трудно, а мне не придётся ловить... Я, короче, помню хентай, в котором чела донимала какая-то вот это вот, как они... Блядь, как они называются? Гяру, вот эти вот тёлки, которые, типа, этот, у них, ну, типа, одеты под иностранок, у которых ещё загар такой, типа, в японском хентайе. Вот, она его сильно донимала, и он, короче, его это заебало. И потом, типа, кадр, то, что он открывает коробку, а там она без рук и ног, нахуй, он из неё, типа, наггетс сделал. Ну, в плане, типа, ну, так это называется. И он её, типа, ебал, и она ничего не могла с этим делать, и, типа, она сошла с ума из-за этого. Это вообще был полный пиздец. Вот, я думаю, что, ну, такие вещи, да, это, ну, типа, это ёбнуто, согласен. Такое редко где-то встретишь, но потом запомнишь навсегда, нахуй. Это странные вещи. В смысле? В смысле, дай фул, блядь. Да я не буду давать вам название, больные ебланы, блядь. Я просто сказал, что это существует. Я не буду давать вам название. Фу, блядь, больные, нахуй. Больные. Какой фул, блядь. А мне скинешь, блядь? Больные ебланы, ну, это ещё найти надо. Хотя, хотя по тегам, я думаю, я быстро найду. Фейспалмы с чужой тупостью в моих комментариях. Да и в чужих комментариях тоже. Хем-хем. Ну, а у меня на сегодня всё. Блин, ради ролика пришлось целую реку в моей родной деревне осушить. Ну, меня без сути особо, да? Да, подумаешь, устроил он тут контрастный душ. У меня же не просто так кликуха Ниагарский водопад, поймите меня правильно. Вообще, тяжело объёмные сценарии с СДВГ писать, когда приходится сдерживаться от постоянного перескакивания с мысли на мысль. Но вот тут я вроде как каждая ведёрочка с водичкой выливал по делу. И, если кто-то в комментах вдруг напишет про душнилую водолея, я просто, сука, такую вам оформлю жёсткую кату перенаправления, как Токи Таома и Скэнгенасуры, что, сука, вертеться вокруг своей оси ещё неделю будете. Вот. Опять же, всем молодым и красивым джентльменам респект, спасибо за ваши лайки, за подписки и комменты. То есть Майзу, да, нам хуй ясно. Да не буду я это Майзу скидывать, мне хочется это всё исправить. Да, не-не-не-не. Это распространение моих видосов. Спасибо тем, кто не забывает следить за моих других соцсетях, ссылки все есть в описании, если что. Так что не проходите мимо. И да, не забывайте смотреть другие ролики, Повар-боец Баки, отличный по Драк Соусу, вторая часть уже в разработке. Также кайфовый двухчасовой лорный видос по Тест Гамбиту, по Килинг Флуору, фановый есть. В общем, контента на канале. Блядь, чё это было больно. Я надеюсь, что это была какая-то ебанутая посторонняя, потому что мы посмотрели это полностью. Солик, Солик, сказали, на шестой минуте не стерпел. Мы затерпели. А я думал, типа все смотрели, типа, ну, наверное, наверное, что-то стоющее, может, проблематика застроена.